Протяженность строящегося перехода, который примыкает к старому мосту, составляет более 800 метров. Четырехполосный мост предназначен только для автомобилей. Существующий старый автогужевой мост был построен 60 лет назад. Объект находится в аварийном состоянии, а подвесной мост требует капитального ремонта. Поэтому специалисты говорят, что строительство нового моста завершится по плану. На период строительства старый мост будет использован для проезда автомобилей. После завершения строительства он будет предназначен для пешеходов. По проекту мост, который мы строим, будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. Сегодня строительство моста идет полным ходом. В нем задействовано около 20 человек. Представители компании, ответственные за строительство, рассказали, что особое внимание уделяется качеству моста. На сегодняшний день ведутся работы буровые. На первой опоре береговая опора будет, боронабивные сваи заложены. Ведутся по разработке котлована второй опоры, там скальный грунт. Тут на естественном основании будут. Люди занимаются арматурными заготовками для армирования каркасов. Работают на данный момент 15 человек монтажников, арматурщиков. И 4 человека у нас механизаторы. За нами, как говорится, контролируют технадзор. Есть закреплен авторский надзор, который периодически приезжает сюда, постоянно проверяет качество, качество материала, качество работ, как положено. Заполняются все журналы, ведутся все документации. Жители семьи рады, что началось строительство нового моста. Многие считают, что как только социально значимый объект будет построен, заторы на дорогах уменьшатся. Конечно, это должно быть в интересах народа. Большому новому мосту уже 20 лет. Хорошо было бы, если бы построили еще один мост. Это прежде всего для благоустройства города, также для уменьшения пробок и заторов на дорогах. Хорошо, что будут строить. Пробок меньше будет. Данный мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Качество данного строительства, которое будет ввестись в течение трех лет, будет соответствовать всем требованиям, говорят ответственные специалисты. Розалин, телеканал Семей.